приветствую вас меня родные любимые не знаю будет слышно нас сегодня сильно сильный ветер перед обедом решил на гору съездить обычная вечером на велики прогуливаю я говорил любви к людям как-то был я там эту мысль подчеркивал хочется еще сказать на горе дарите друг другу счастье радость и любовь вот конечно себя в случае окружать стараться хорошими людьми когда там у вас родственники друзья знакомые там в интернете какие сейчас вообще непонятно что творится цифровой мир этот всегда когда посмотришь на евангелие на завет и суп было конечно у них много и печали много и радости посмотрим даже на иисуса бога пришедшего во плоти как я уже говорил на себя так скажем не натягивал сам неприятности не искал не он творил пониже чтобы ветер не задувал не искал он себе не неприятности не споров он благовествовал истинно дарил людям любовь через дело исцелял больных изгонял детцев поил даже вино 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 сотворил украшал спасал жизни вы помните украшал бурю воскрешал даже мертвых окружен он был любящими его людьми конечно было много и противников и врагов и неблагодарных но вот это факт так вот в мире сколько зла сколько печали страданий боли болячек и мы еще вечно меня конечно сам я до покаяния был жутким грешником тоже потом покаялся потом возрастал сейчас смотришь с высоты хотя все это называют гордостью думаешь господи в мире так столько всего тьмы еще мы и и и ставим себя и выливаем те кто призван осветить быть светом и по образу и учебе на что посетить иисуса богу решать шоу в оплоте но нам все это учение по моему до лампочки нигде конечно господь мазохизм и когда вас бесноватые садисты наше дело не отвечать злом на зло по возможности на зло даже нигде мы видим иисуса прихлебаем каким-то лицемером под халимом буфли целовательщиком нигде мы этого не видим ни учеников его не видим такими и конечно когда вот вокруг настолько зла я говорю и в природе вся вся тварь падает и мучается до того момента когда придет откровение у сынов и дочерей божьих у детей божьих ну она до сих пор у нас помню приходит мы готовы ту же самую животину раздирать удивляемся что она друг друга раздирает и нас хотя она за нас страдает и вся эта природа проклята за нас а не мы за нее грех пришел через человека и продолжает приходить вся тьма исходит из сердец человеческих ну и ангельских сущностей которые пали так что чтобы не потерять веру конечно в человека святого бога любовь творца неба и земли создатели нашего родители нашего нашего промыслителя нашего брата нашего друга нашего жениха нашего надо все-таки искать позитив обязательно старайтесь игры и петь себя хорошими окружать и я хочу можно посмотреть вот фильмы какие-то паспорт просто какой-то фильм и все настроение важно как у тебя был настроение поднялось сразу и как я говорю вера того же самого человека какой-то хороший фильм где кто-то что-то сделал где где милосердие где любовь и где радость вот какой ты может быть документальный художественное что снимает там что там одна тима в основном редко что можно посмотреть чтобы душа оттаяла нас окружает в тебе поддержать добро тебе это доброе слово даже сказать это да и просто которые люди действительно тоже умеют радоваться лица в жизни в своей а ведь это радость и веселье изражает нас друг другом у кого-то уныние у того радость как друг дружку подтягиваем из трясины из болота этого уныния всего вытягиваем понятно есть горе мы сочувствуем но надо помнить что все тлены печально смотреть сердце конечно рвется сердце обнимать тима жизни несправедливости злой спадания боль смерть просто может быть даже посторонних людей животного конечно все но надо все равно продолжать жить вот поэтому окружайте себя позитивом иисус никогда он не заповедовал нам идти на рожон никогда как победитель это да но нигде господь мазохизм нам заниматься не заповедовал это не христианство этих садистов полно людей помраченных в разуме в своем сердце своем ожесточенных их бегаем точно так же как иисус вы вспомните после первой своей проповеди из капернаума убежал когда его хотели убить точно так что он уже не ходил поуде и когда его положили убить а уже проповедовал там и где десятиграде за иорданом самаре в той же самой галилеи да по идее как говорится уже не ходит не ходил потому что искали убить его это очень важно тот самый то же самое иисус как сам дел нам заповедал бьют бегите что искусу тоже служили творили ему добро умывали ноги и голову и служили ему написано имением своим все это было видим их и на свадьбе и на пиршествах на крупных и на мелких все мы видим никаких сомнений что сумел улыбаться и широко улыбаться и радоваться вот ибо бог есть благо невозможно без радости счастья и веселья так что помните радость это второй плод духа и всегда надо хоть как хотите искусственно но в себе это уныние это от сатаны у нас бывает печали когда нас бьют прям в лицо тяжело улыбаться в отверх я сейчас не про это конечно и в этой ситуации мы должны хотя бы смолчать хотя бы не ответить если есть возможность делать благо там с помощью или еще как никогда его за голову не поносить грязью не поливать вот неважно кто это знакомый наш родственник друг друг в интернете как это любит тогда полно друзей люди глаза друг другу не видели вот так вот хотелось с вами поделиться так вот так вот прикрыть так сказать так вот могу против ветра ну тогда вам из-за что не особо не знаю ветер очень-очень сильно так что вот так мои родные любимые и сердце дорогие радость радость сами старайтесь никому не делать зла скажите доброе слово выдавитесь и у себя чего бы вам чего бы вам это не стоило я имею да особенно мы просто от меня прожать смотрю это ладно смотрим вот нет сюда есть где люди вот эти дети дьявола они в него впивались не у них а вот мы реально не замечаем как мы впиваемся в людей нигде так иисус не делал чего бы как бы человек плохой не был вы обратите внимание иисус никогда грешников прощал помогал он лишь давал твердый ответ в своем уповании когда в него впивались вот это есть в иисусе неужели этого не видно есть огромная разница тебя впиваются и ты твердо стоишь от меня там тоже чем только не обвиняют вечно у них одна там у портодоксов от 3 все у протестантов я в принципе гордыня все у всей гордычи славы тоже но а просто принципе у ортодоксов гордыни с прелести гордыни с числа и они все вместе назвали прелестью просто у протестантов нет такого любимого слова да если я стою в своем упование в своей вере я в это верю действительно походи на все земли вера я всем говорю у нас разные ты вот так представляешь есть наша вера а во что я верю я так и живу и причем вот именно что на словах можно узнать мой вирус я буду о ней говорить что через дела лучше всего моя вера познается я уже стал спокойно говорит у нас с тобой разная вера да бог един даже если ты назовешь что этот бог и вместе со мной исповедую что бог две тысячи лет тому назад явился во плоти ну что чё дальше то а сам ты как живешь ну да ты хорошо делаешь то веру что бог един ну и без и первых что толк то ну ты стал бесом во плоти ну хорошо ты веру что иисус единый бог пришедший во плоти ну хорошо делаешь и без и веру без и первые признали его сыном божьим святым божьим боялись его трепетали при это не просто веровали исповедовали при святой божий ты христос помните ну и что и оставались писали вот и я стал прямо говорит ну хорошо молодец что бог во плоти и что имя ему иисус хорошо да помазаны да да богом ну что аж ты впил ты меня как ужаленная сама собою дьяволом и меня жалишь и готов каждый имеет право вот он будет по делам своих не будет нигде судиться за петро об этом иисус никогда не говорю боли игру противоположны во всем новом завете даже ветхом написано что люди будут судиться за дело ну и слабо естественно тоже без слова это наши слова да кто-то тебе чё-то скрывает ты стой твердо в своих никому не позволяя брать власть на свои веры свободы это да это никакая не гордость не тщеславие ты тоже каждый как ты думаешь ложь бред и истина мне не подходит потому что я чувствую что это мне противно как я буду принимать и бы я потом за себя будь а дабы к его на змея а дам на 3 еще и бога еще и бога я уксадам он им чё сказала да да простите простите я спрошу размер нету каждому воздал по его делам они вкусили этот грех всегда напоминают этот грех не так и конец не порочная не могу смотреть на боль и на чужие животные я даже не люблю осень зимой даже природа как бы умирает микрофон ветер сильный старайтесь радоваться вести лиц в этом случае окружайте себя позитивом людьми домашней обстановкой животными и нам господь запомнить это новый запомнить если верите мне а мне верить не надо проверяйте по новому завету где господь никакому мазохизму не учил сам он не был запит нет не проповедовал а когда садисты втирают что не-не-не ты вот потерпи ты же когда вас садисты из вас пытаются сделать мазохистов ни в коем случае не поддавайтесь на этот на этот бред никому вы ничего не должны крыть за это любви и и сделаться мазохистом чтобы терпеть издевательство садистов нигде нас этому никто никогда не учил запомните это следуйте сами и будьте тверды в своей вере мы должны творить добро людям конечно же благо с врагами быть долготерпеливы может быть даже им благотворить если на это есть возможность заочно иисус прямо врагам свои ноги не умывал он то сделать нему ходите ноги они уненавидели и на пушечный выстрел к себе не подпускали и и руки эти блаженность ногами как все игрока к кресту прибивали к бревну поэтому будьте счастливы потому что помимо любви до 2 плод дух это радость это кстати радость принципе прежде должна истекать из нашей любви к человеку из каких-то дел я вот радуюсь когда вокруг меня люди я врюк возможно упрямым быть злюкой дарить кому участие тоже все у кого-то какие-то есть иллюзии я вот слушаю таких и дан тебя смотришь уже отвернуться хочется когда ты говоришь о любви и видя и тут и то что ты говоришь хочется уже отвернуться поэтому радость это это хорошо для радости конечно хотя как получается что он как начальный но ничего все будет хорошо сущности зла не существует она все растворяется я хочу сказать другая тема так и просмышлять все как-то прием кайти и совершенства познания истины радости и радости жизни когда старайтесь по массу не грустить не отчаиваться мы никогда не делаем ближнего счастливого любовь это если мы будем сами счастливы это просто закон жизни бог благо именно поэтому нам дарит благо пока пока проверяем но чем как и но все если нет